Дорогие мои друзья! Я рада приветствовать вас на канале по вязанию плечком и спицами Натальи Мастерс. И сегодня у меня для вас новый очень-очень подробный мастер-класс на любой размер. Для начинающих идеальная модель, эксклюзив от меня. Мой дизайн, разработка красивая, простая, пряжа сказочная. Подобрала я для этой туники и на этой основе. Что же мы будем вязать? Мне настолько понравилось, что я хочу связать платье, прям полноценное тунику. Вяжется очень быстро. А здесь у меня будет комплект, так как я, уезжая на море, назвала я всю эту феерию «Коралловый шторм». Я вдохновлена и будет у меня либо шортики, либо юбочка. Пишите, что же вам больше хочется увидеть к этому кроп-топу в комплект. Но какие нюансы у этой модели? Во-первых, вязание такое, что на любой размер груди, даже очень большой, эта модель идеальная. Потому что здесь много-много-много свободы. Очень простой рисунок. Прекрасный акцент с пайеткой. Что подходящее я примеряю из своего магазина эксклюзивной бижутерии. Посмотрите, какие бусы. Да, очень много что раскуплено, но кое-что еще осталось. Еще много красоты. Проходите и до следующей поставки подберите что-нибудь себе. Посмотрите, как по цвету подходит. Пускай вот так будет. Это Лофт. А там, по-моему, Джей Крю был. Джей Крю это любимая бижутерия Мерлин Монро, дорогие мои. И в следующей поставке будет много и Джей Крю, но у меня много разных брендов. Что же за пряжу я использую? Я вам уже анонсировала. Это будет Корсика. И Корсику, только вот таких прохладных тонов, я беру с собой на море повязать там. Итак, это пряжа Корсика. Это хлопок с синтетикой. Шнурочек, мягкий и сверкающий на солнце без всяких, абсолютно без всяких люрекса, без него. Оттенок у меня 84-й. Кораллово-розовые переливы, очень богатые, красивые. Это не меланж в полноценном понимании. Нет таких черточек в вязаном полотне. А это мягкие постепенные переходы. Красивейшая пряжа для спицы крючка. И в дополнение, отдельно тоже хочу из этой пряжи повязать, Shine Pale в крышесносном оттенке. Так, я так понимаю, 44-й. В общем, ни с чем не перепутайте. Здесь прозрачные отливают немножко в зелень пайетки. Видите, голубой с зеленым отлив. Я влюблена в этот оттенок, он нежно-розовый. И, как ни странно, вот так я приложила и поняла, что это будет здорово. Настоящий коралловый шторм. Модель-трансформер. У меня 4 бретельки. Раз, два. И с другой стороны, сейчас я вам покажу, 3-4. И что самое интересное. В этом мастер-классе, естественно, я вам расскажу очень подробно, как связать всю американскую пройму. И сколько петель я потом набрала на спинку. После этого ряда мы уже вяжем без изменений раппорт узора. Сколько мы хотим. Хотите платье, тут свобода очень большая. Хотите туничку до середины бедра. То есть тот раппорт, который будет после соединения со спинкой, он будет повторяться на ту длину, которая вам нужна. Все очень-очень просто. Спинка. Для того, чтобы она не провисала, у меня на спиночке 2 бретельки. И я завязываю сначала бантик сверху. И еще один бантик присоединяю 2 бретельки. Можно играться как угодно. Можно их перекрещивать. Впереди заматывать бантик. Делать классические бретельки. Там привязывать. В общем, игрич можно придумать много. Можно не делать задние бретельки. Пустить здесь резиночку с обратной стороны. Сделать кулиску. В общем, как вам подскажет фантазия. И еще один вариант более закрытый. Связать 2 детали. 2 детали. 2 такие кокетки. И тогда у вас спинка и перед будут одинаковыми. И вот здесь вы будете завязывать чуть пониже бретельки. Тоже красивейший вариант получится. Моя модель связана на размер 46. Это М. Этот комплект я планирую под коралловый купальничек. Короткая юбочка. И топ. Он велик моей модельке. Она у меня размера XS. Но на ней удобно вам показывать все и демонстрировать. Крючок я использую полезный для глаз. Красненький. Tulip Red. Номер 4. Если вы будете вязать из любой другой пряжи, то метраж я вам должна подсказать. Он классический. 50 грамм 120 метров. Также вам советую любой хлопок. Сочетание хлопка. Скажем, от Veltus. Тем более сейчас скидка на эту и без того. Недорогую совсем пряжу. Целая упаковка сейчас стоит. Боюсь, соврать. В общем, со скидкой что-то около 1000 рублей. 500 грамм. 10 клубков. Поэтому вяжите из Veltus. Проходите, посмотрите точно в магазине. Я забыла про акции. Которые заканчиваются уже завтра. Завтра последний день. 30-е. Включительно. Про эти акции я вам расскажу. В конце видео. Подробно. Про все. Про все. Поэтому обязательно заходите на сайт моего магазина. Тем более мы отправляем без исключения. По всему миру. Даже в Европу. В Италию. Казалось бы. Там столько пряжи. В Германию. Вот такой парадокс. Но сегодня у нас немецко-итальянский альянс. Образовался. Это производство. Филателилат. И Шихенмайер. Мой топ на столе. Я сняла его с манекена. Чтобы подробно вам говорить, показывать и показывать про каждый ряд. Обратите внимание, как струится пряжа. И забыла я вам сказать про метраж. Хлопка с пайетками. Точно такой же он. 50 грамм. 120 метров. Спереди выглядит моя прелесть. Пряжа струящаяся. Очень нежная. Приятная к телу. И акценты. Но если вы не любите блеск, можно и без пайеток. О чем я и говорила. Вы можете связать две кокетки. И тогда у вас спинка будет более закрытая. Мне хотелось открытую спинку. Длинные бретельки, с которыми я смогу играться. Звязывать их по-разному. И закончила я четко рапортом узора. Будет у нас такой нюанс. В модели их будет много. Но они очень простые. Посмотрите. Ряды с пайетками я провязывала. В обратную сторону. Для того, чтобы больше пайеток было. Вот смотрите. Изнаночная, условно, сторона. Столбики. Здесь лицевые. И пайеток меньше. Когда мы вяжем столбиками с одним накидом. Из пайеточной пряжи. То у нас большинство пайеток. Я уж не знаю. По какому магическому закону. Видите. Все они. Они выходят на изнаночную сторону. Поэтому мои ряды с пайетками. Я не забывала. Следила. И провязывала их все. Они у меня изнаночные. Вот так. Кокетку я вязала туда-обратно. Не отбрезая основную нить. Обрезала я только пайетки. Заправлять, чтобы было удобно. Такой лайфхак. Что мы делаем. Мы набираем цепочку из 28 воздушных петель. На все размеры. Из пряжи такой толщины. И провязываем один ряд столбиков без накида. В каждую петлю. Я набрала 14 петелек. И буду показывать вам на таком количестве. Принцип. Вяжем ряд столбиков без накида. Я подхватываю, как вам удобно. Можно вязать нижнюю и верхнюю планку петельки. Первый ряд закончен. Второй ряд кокетки. Переворачиваем вязание. И вяжем 10 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаю одну воздушную петельку. Петельку, то есть столбик без накида пропускаю. И провязываю столбик без накида. Опять 10 петель. Пропускаю один столбик. И провязываю столбик без накида. И так до конца ряда. Петельку. Пропускаю. Садитесь. Пропускаю. и наконец как мы вяжем последнюю арку 5 воздушных петель 2 накида я делаю и в последнюю петельку я провязываю патентный столбик с двумя накидами вытягиваю накид провязываю первую петлю потом 2 вместе 2 вместе и еще раз 2 вместе и так закончен второй ряд смотрите во втором ряду мы должны получить 14 арк 3 ряд мы вяжем воздушную петельку столбик без накида далее 2 воздушные петли и под арку столбик без накида так мы и продолжаем вязать 2 воздушные петли под арку столбик без накида и таким образом мы выстраиваем соединяем все наши арочки заканчиваем ряд 2 воздушные петли и под последнюю арку столбик без накида готова четвертый ряд вяжем 10 воздушных петель и под арку столбик без накида под маленькую снова 10 воздушных петель под маленькую арку столбик без накида 10 воздушных петель под арку столбик без накида под арку столбик без накида 5 воздушных петель снова делаем 2 накида и провязываем вершинку от этой арки патентный столбик с двумя накидами сначала первую петельку 2 2 и 2 вместе у нас снова 14 арок теперь мы будем в пятом ряду собирать эти арочки но уже по 3 воздушные петли у нас будут составлять арки итак воздушная петля столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида под арку 3 воздушные петли под арку так весь пятый ряд заканчиваем пятый ряд 3 воздушные петли столбик без накида под арку 6 ряд воздушные петли и провязываем столбик без накида столбик без накида под арку мы вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 столбик без накида под 2 планочки столбика без накида и повторяем под арку три столбика без накида и столбик в столбик напоминаю что вы можете поставить на любом экране воспроизведение тюб где вы смотрите телефон планшет ноутбук неважно выбирайте в правом верхнем углу самого экрана воспроизведения есть кнопочка где вы выбираете меню и любую скорость насколько хотите медленнее насколько хотите быстрее тем временем мы заканчиваем с вами ряд я провязываю последние три столбика без накида под последнюю арку и столбик без накида столбик без накида готова шестой ряд закон и наконец 7 ряд 7 ряд я вяжу по изнаночной стороне с другого края присоединяемся ниточкой с пайетками оставляем не обрываем нить от основного клубка набираем 2 воздушные петли и вяжем в каждый столбик просто ряд столбиков с одним накидом на лице у нас должны быть изнаночные столбики там оказываются все пайетки ориентируйтесь лицевая сторона у вас будет там где лицевые столбики первого ряда раппорта и так вяжем ряд пайетками так продолжаю вязать ряд заканчиваем его провязываю столбик последний посмотрите вот откуда у нас петелька торчит прям не боимся придерживаем петельку и провязываем теперь вот так обрезаем нить но чтобы заправить нам нужно убрать большие пайетки вот у меня их две на хвостик и всегда приходится 2 для этого я их срезаю вынимаю теперь нет никаких проблем изнаночная сторона перед нами мы заправляем с вами аккуратно хвостик вы можете этот топ вязать однотонным тогда прикольно кстати на эту полосочку пришить бусинки как-то и украсить сделать акцент вы можете провязать например из люрекса эту полосу из ню глиттера шнурковый люрекс она будет целиком блестящая мы заправили с вами все теперь переходим опять к первому ряду раппорта каким образом у нас здесь петелька я ввожу крючок последнюю петлю подъема и и вытягиваю вот эту петлю через него не затягивая фиксирую вот у меня лицевая сторона вот изнаночная сторона провели ниточку и продолжаем без отрыва вязать как вы помните 1 ряд раппорта воздушная петля подъема и пошли у на столбики без накида так вот здесь внимательнее потому что все пайетки как вы видите сплошным прозрачным панцирем прям креветочка моя у нас на лице поэтому мы с особым удовольствием раздвигая пайетки вяжем ряд столбиков без накида очень вкусно вяжем простой ряд вот и все а теперь мы поговорим какие у нас будут изменения происходить в изделии у меня этот ряд вот он вот он этот ряд и после этого нам нужно расширение и мы вяжем ряды которые состоят просто из воздушных петель давайте посмотрим на схему и обсудим давайте посмотрим сделайте скриншот схемки и посмотрим внимательно вот наш восьмой ряд мы провязываем ряд столбиков без накида далее девятый ряд мы вяжем опять из десяти петель арки через один столбик через один это девятый ряд 10 ряд мы соединяем маленькими арками да кстати арк 25 должно быть далее мы соединяем маленькими арочками по две петли это 10 ряд столбики без накида 11 ряд опять 25 арок мы вяжем точности также как 4 ряд мы вязали и арок снова 25 12 ряд мы соединяем их арками по 2 воздушные петли 13 ряд это основным цветом мы с вами вяжем столбики без накида под арки и важный момент вот здесь под арки мы вяжем не три столбика а 2 то есть мы уже такое сильное расширение не даем столбик столбик 2 столбика подарку столбик столбик вытягиваем длинную петельку и не забываем провязываем с другой стороны чтобы пайетки были на лице 14 ряд это столбики с одним накидом пайетками 15 ряд мы вытягиваем петельку и основным цветом вяжем первый ряд раппорт столбики без накида 16 ряд мы провязываем через один столбик арки из 10 воздушных петель у нас 36 арок в семнадцатом ряду мы вяжем арочки по 2 воздушные петли восемнадцатом ряду мы вяжем опять 36 арок из 10 петель вообще во всем изделия у меня везде эти арки 10 петель вы можете кстати придумать свой вариант по длине и где-то покороче и так далее тоже будет интересно девятнадцатый ряд мы собираем арочками из двух воздушных петель 20 ряд мы провязываем столбики без накида по 2 столбика без накида в арку и столбик без накида в столбик без накида вытягиваем петлю и наконец двадцать первый ряд последний ряд кокетки мы провязываем с другой стороны чтобы пайетки были на лицевой стороне пайетками пряжи с пайетками вот и все мы вяжем с вами как вам угодно одну или две такие кокетки и теперь вариант с одной кокеткой как у меня мы берем основной цвет быть вытягиваем его выводим высокий столбик и в моей модели после кокетки я провязала только два раппорта еще только два давайте обсудим что мы делаем дальше итак вытянули петлю вышли во второй воздушной петле подъема пряжи с пайетками и набираем 70 петель 70 петель на спинку соединяемся с другой стороны кокетки и будем вязать далее по кругу и первый ряд у нас будет это ряд столбиков без накида мы будем вязать их по кокетке по узору вот это местечко да а по цепочке из воздушных петель мы будем вязать в каждую воздушную петлю ряд столбиков без накида теперь мы вяжем не поворотными рядами хотя поворотными я буду вязать пайетки продолжать а так все остальное мы теперь вяжем по кругу и здесь у нас не будет никаких изменений мы с вами обсудим один рапорт точно также провяжем 2 и на необходимую вам длину если вы хотите сильное клешение платье я тоже вам подскажу что да как давайте пока поговорим про то как мы вяжем дальше итак набрали 70 петель соединили в круг и двадцать второй ряд это ряд столбиков по кругу без накида 23 ряд мы вяжем арки их получается очень много я не считала через один столбик из 10 воздушных петель 24 ряд мы соединяем и здесь у нас появляются маленькие арочки 1 воздушная петля между столбиками вот видите в кокетке было пошире а здесь так прям почти не прозрачно 1 воздушная петелька вот она между парком и меняться это число не будет если вам не нужно клешение дальше мы вяжем еще ряд 25 арок из 10 петель 26 ряд это опять арочки из одной петли воздушной 27 это основным цветом столбики без накида и важный момент что в эту арку из одной воздушной петли мы вяжем один столбик это двадцать седьмой ряд двадцать восьмой ряд я вяжу как бы в обратную сторону присоединяю нить все как обычно пайетками и повторяем раппорт узора начинаем с 29 ряда мы вяжем все то же самое из 29 вот как 22 по 36 ряды я повторяю точно такой же раппорт как был после кокетки вот они два одинаковых последний ряд и два раппорта если вам не нужен кроп топ а нужен просто топ классический это будет три раппорта удлиненной 4 туника 5 больше пяти раппортов это будет платье и наконец про конец поговорим про концовку изделия мы заканчиваем рядом с пайетками и первым рядом раппорта столбиками без накида основным цветом вот и все каждый рядочек я вам подробно рассказала схему вы себе сохранили если вам интересно вяжите сидит потрясающе очень классно а теперь мы с вами возвращаемся к деталям мы с вами должны связать что бретельки каким образом очень просто набираем 100 воздушных петель от клубка мы никуда не присоединяемся набрали 100 петелек так предположим я набрала можем это 100 петель и у нас идет ряд столбиков вот он оранжевенький с розовым и здесь здесь ряд у нас будет столбиков без накида сверху будто бы это вот этот ряд который у нас просто вверх кокетки и далее мы идем как мы в первый столбик вводим крючок и идем по этим столбиком соединительными столбиками не затягиваем вот так провязываем 28 соединительных столбиков и снова 100 воздушных петель провязали 100 воздушных петель все теперь мы разворачиваемся и идем столбиками без накида идем 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 по одной бретельки дошли до соединительных столбиков и будем вязать столбики без накида вот именно под соединительный столбик и на изнаночной стороне либо можно лицевой носить вас образуется такой красивый рубчик вяжем по две дужки соединительного столбика столбики без накида и также без всякого перехода переходим на 100 воздушных петель другой бретельки провязали так и сзади если вам нужны бретельки как у меня я отступила по 20 петелек по 20 столбиков без накида присоединилась и связала бретельки по 120 петель не по 100 вот как у меня здесь на схемке а отсюда по 120 подлиннее вот и все мои дорогие на crop top у меня ушло два с половиной клубочка корсика шахинмар и один естественно клубочек вам понадобится шайн пэйл ну на тунику и платье расход будет побольше надеюсь вам было интересно со мной понравился этот мастер-класс понравилась идея вяжите простые топы таким прекрасным приемом просто два прямоугольника и соединяйте по плечам вяжите пошире чтобы было красивое спущенное плечо тоже будет очень классно я надеюсь вам было все ясно просто понятно и вы обязательно свяжите такую красоту сфотографируйтесь и пришлете мне уже на будущее ваши обзоры шедевров пришлете мне ваши варианты замечательные шедевры ваши электронная почта магазина только туда мы присылаем фотографии завтра послезавтра будет конкурсный обзор ваших изделий будем голосовать буду дарить подарки классно будет а я вас целую обнимаю прощаюсь с вами до завтра далеко не уходите мне нужно срочно связать комплект к этому нарядному топу все до встречи пока пока так и обещала я вам рассказать про все акции которые сейчас проходят в моем магазине во первых скидка на весь ассортимент tulip мои любимые крючки видите я больше вот этим чехлом пользуюсь от red и здесь у меня все в перемешку вот так весь ассортимент как только вы кладете в корзину цена падает на 10 процентов также скидка 10 процентов на весь хлопок от veltus это айджита бэти филадискозия деми софия в общем вся вся пряжа все цвета все как только вы кладете в корзину тоже цена падает габиа baby cotton знаменитый не мерсеризованный хлопок также скидка 20 процентов на следующие бобины лури божественная пряжа удивительно что еще что-то осталось ангоча портофина моя любимая бобинная скидочка 20 процентов спешите потрясающие бобинки сейчас на распродаже плюс к этому при покупке любой бобины вы в подарок мало то что скидка 20 процентов получаете получаете еще круговые спицы чагу получаете чагу скороговорка вот такие дела и при первом заказе на сумму от 3000 рублей вы получаете два моточка пряжи new литр вот лана гата люрекс который вы можете добавлять к чему угодно и при покупке бижутерии на сумму 7000 рублей вы в подарок получаете упаковку 500 грамм хлопка от veltus до целую упаковку какая вам нужна линейка и какой цвет укажите в комментарии к заказу указанные акции суммируются вот такие они классные поэтому спешите они заканчиваются 30 включительно до 2 часов ночи уже переходя на первое число потом будут новые поэтому почаще заходите в мой магазин нажимайте красную кнопочку как сделать заказ посмотрите видео это очень просто простая процедура оплата любой картой если вы оплачиваете из-за границы конвертируется автоматически валюта если естественно в банке ваши заграничные поддерживают такие системы все основные платежные мастер-карт маэстро и так далее все просто отправляем и почты россии по всему миру и если вам нравится сдэк то выбирайте доставку с деком там где она есть все целую вас обнимаю с декомом